В разных странах у нас его не было, и я прям всегда смотрела с завистью на эти страны, думаю, классный вообще проект, такой лайф, у нас его не было, и мы предлагали продукцию по-разному тоже, а здесь просто, знаете, все изменилось с приходом вот именно лайф в Казахстан. И 1 апреля я прошла сертификацию СПО, прошла обучение и начала подготовку, потому что для меня это было такое вдохновение, потому что я увидела, что действительно с лайфом можно вообще наворотить делов, ну как бы, знаете, все грамотно, классно, так все вот именно предлагать людям. И у меня, знаете, не просто вот это было открытие, я очень тщательно готовилась, 24-го я открыла, мы много так, знаете, прям коммуницировали с людьми, что вот у нас такой крутой вот сейчас есть проект лайф, что вы можете в комплексе, вот такое решение идет. Поскольку я знаю этот продукт хорошо, я просто увидела, что вот здесь вот перспектива такая вот вообще очень колоссальная. И была такая подготовка, мы открыли, вот 24-го открыли свой клуб, пригласили очень много людей, ну скажу, что где-то человек 50 пришло вот с нашего города, с небольшого, пришло 50 человек, как бы заявили-то больше, но именно пришли, дошли 50 человек. И это была презентация, презентация была продукция нашей, презентация клуба, мы говорили, как мы будем работать, мы запускаем клуб, проект наш, приходите в наши клубы. Ну то есть мы говорили в конечном итоге, что будет, я знаете, просто настолько разрекламировала, что это будет круто, это будет классно, что вы получите все колоссальные результаты, что вы изменитесь, что вы не только там снизите вес, что вы поправите здоровье, потому что у меня нет вообще в мыслях такого, что только вот снижение веса, нет, абсолютно. Я знаю, что это не только для снижения веса, это в общем, в целом, человек будет менять себя, свое здоровье. И вот что для меня было, знаете, вот пример такой, до лайф и после лайф, да, я просто сейчас сравнение вам буду делать, чтобы вы понимали. Вот раньше люди приходили ко мне, и, например, я любой продукт могу рассказать, и мне этот продукт купят. Ну у меня всегда вопрос тоже стоял в том, насколько люди могут покупать этот продукт, насколько они могут вложиться, потому что всегда, ну по большему счету, я думаю, как и у нас, так и у вас приходят в основном женщины. И у женщин всегда на первом месте может быть там стоит семья, какие-то другие проблемы, но не она сама. Ну по большему счету это так. Я уже просто по практике знаю, и мне надо очень сильно с ними работать, чтобы убедить, чтобы они все-таки взялись за себя, там, за свое снижение веса, за коррекцию, там, за здоровье и так далее. С разными проблемами приходит. И я, конечно, начинала жалеть их тоже, думаю, ой, ну она не осилит там коктейль, она не осилит wellness. И у меня очень хорошо шли продажи по ПЭКу, потому что я уже это четко знала, что это вот точно надо, но если она не сможет там выкупить, допустим, коктейль или ПЭК, то вот это вот точно ей надо. И ПЭКи у меня всегда подписки были без проблем, у меня ПЭКи брали. Вот, и когда пришел вот лайф, я знаете, еще что вот было тогда. Да, я приобрела весы Танита, я тоже успешно работала с этими весами, отрабатывала огромное количество людей. Я точно так же им показывала, что им необходимо там, допустим, снизить вес и так далее. И каждому сидела вот это объясняла. Или там общая школа, у меня такая крутая презентация есть, где я там человек 20 на весы поставлю и потом эту презентацию проведу. Вот когда лайф пришел, я увидела прелесть вот этого вот лайфа. Если вы сейчас меня правильно поймете, и вам будет тоже легко работать. Вот я сейчас просто на весы Танита ставлю и учу всех своих точно так же, и больше я им ничего не говорю. Есть великолепный тест. Я этот тест, знаете, как вот прям рекламирую сильно, я его так пиарю, этот тест, что вы знаете, у меня есть такой уникальный тест. Приходите, пройдите этот тест. Там столько ученых, там несколько институтов составляли этот тест. И он настолько уникален, вы просто сядете, ответите на 16 вопросов, и вам этот тест выдаст. Что вам надо? Как питаться? Как спать? Какую программу выбрать себе и так далее? И насколько мне стало легко, и вы понимаете, я, конечно, не врач, как Инна, вот если она как врач, она может говорить, да? Я не врач, и я думаю, знаете, вот убеждать, что вам надо так, вам надо... Нет, просто этот тест он выдает, этот тест от ученых врачей. И здесь не надо людям доказывать, что им надо снижать вес. Здесь не надо доказывать людям, что вам надо там спать вовремя, вам надо питаться. Тест выдал. И человек понимает, что это очень серьезно. И не я говорю, что вам надо на такую программу встать и пить там, допустим, коктейли ПЭК. Это тест говорит, вам необходимо выбрать эту программу, одну из программ. И вот это самое главное понимание от человека приходит, что да, оказывается, надо. И я, конечно, ему объясню, для чего белки, для чего нужно ему пить витамины, почему ему необходимы антиоксиданты, почему он должен в комплексе это пить. Почему я все ему потом объясню, но мне легче это будет объяснять человеку, потому что человек уже увидел, он увидел то, что действительно эти тесты работают. И когда человек у меня встает на весы, я ему больше ничего не говорю. Я просто ставлю, у меня стоит компьютер с тестом. Он садится, я говорю, вам надо теперь вот эти данные ввести, только жировую массу, там возраст, ваш электронный адрес, куда вам все это придет. И вы должны вот на эти вопросы ответить. Если они не понимают, я им помогаю. Если они все сами классно ориентируются, значит, они сами конфиденциально, индивидуально, они сидят, потому что у всех, как вы знаете, кто-то может стесняется, они сидят, отвечают на эти вопросы. Вот, ребята, эти тесты работают. И я вам просто рекомендую не объяснять никому ничего, просто они сядут за тест и отработают. Этот тест сделает за вас всю вашу работу, а они встанут на одну из программ. Вот у меня сейчас на всех клубах все должны, обязаны пройти через тест. Я никому ничего рассказывать не буду. Они проходят диагностику и проходят тест. Дальше, знаете, у меня началась работа. Когда я набрала людей первых, они у меня все прошли тест. Я, конечно, спасибо. Я, конечно, знаете, все разработала. И для меня что важно было? У меня была своя определенная цель. Мне нужно было получить результат этого клуба. Я работала, ребята, на результат. Я, знаете, я не жалела времени, я не жалела своей энергии, сил там, да. Я очень много как бы размышляла над этим, но я сделала результат именно первого клуба. Поэтому, смотрите, у меня были правила клуба. Обязательно, если человек вступает в клуб, он должен встать на одну из программ. Это обязательное правило. Если человек вступает в клуб, он должен ходить раз в неделю. Я их каждый день не кормлю. Я даже этим заниматься не буду абсолютно. Они раз в неделю приходят на контрольный замер. У нас есть специальный, я такую папку завела, где листы на каждого участника, в самом начале мы все параметры вводим. И в неделю раз они приходят, где обязательно они должны замер, обмер и просто вес мы смотрим. Больше мы ничего не смотрим. Весь результат только по окончанию 12 месяцев, а не заново повторно встанут, полностью диагностику пройдут и встанут на, пройдут тест. Теперь смотрите, обязательно раз в неделю они приходят, взвешиваются и идет отслеживание. Почему у меня люди стали ходить в этот клуб, и это было постоянно, потому что я их заинтересовывала. Ватсап-чат, где именно участники, у меня есть лайв-чат, где все вообще, кто на программе, даже если они не ходят, они в этом чате. И каждый день там идет такая классная информация по снижению и так далее. И вот я там анонсирую, что вот в воскресенье 2 часа, за полчаса прийти на замеры, обмеры, и они приходят. И вот, знаете, первое, что мы делаем, вот замер, обмер, и смотрим, кто у нас за неделю победитель. Промежуточные результаты я делаю всегда. За неделю у нас выявляется победитель. Кто ушел в объемах больше и кто скинул больше килограмм. Обычно за неделю килограмм, там, килограмм 400 скидывают у меня, там, ну, может, килограмм 600. Мы чествуем этого победителя. Я обязательно дарю подарок. Я уже заранее говорю, что победитель этой недели ждет подарочек. Я набрала разные альбомы, ручки, велнос, там, бейсболку. Могу даже велнос-сутболку подарить. Как бы, знаете, я специально вот книгу рецептов там. И для них это интересно. Это просто, знаете, уже соревнование идет. И вот они приходят, мы выявляем победителей, победителя награждаем, фотографируем его. И победитель делится, что он за неделю делал, как он кушал, как он занимался там и так далее. Мы опять-таки его еще поздравляем в чатах. Ура, у нас за неделю там Григорий скинул килограмм 500 или килограмм 600. Он победитель, получил такой подарок. И ему там куча вопросов сыпется. А что вы делали? Он там еще в WhatsApp-чате начинает рассказывать, как он эту неделю прожил. То есть здесь идут обязательно также обсуждения. У кого-то не получается, мы помогаем. Потому что я тоже в самом начале сразу говорю, что вы можете просто программу взять и сами отдельно пить. Не ходить в клубы и так далее. Но я вам не гарантирую результат. Результат только будет в команде. Потому что мы помогаем друг другу. И я знаю, что многие, я всем сразу говорю, вы без меня там много раз сковали, много раз снижали вес. И вы также благополучно теряли все это. Потому что когда у человека сильная мотивация, как вот вчера у меня одна была, у меня пришла, она говорит, я знаете, почему пришла в клуб? Потому что я видела результат, и у меня сейчас мотивация. Встреча одноклассников. Мы столько лет не виделись, и мне надо сейчас 10 килограмм скинуть. Вот у нее большая мотивация. Вот у человека должна быть мотивация, для чего они сюда пришли. Ну и когда я, видите, начинала в августе, в апреле месяце, я всем говорила, девочки, давайте, в лето вы должны выйти красиво. Мы отработаем и так далее. Вот. И так далее. У нас есть обязательно тема дня. Дегустации. То есть у нас, знаете, каждое воскресенье это какой-то рецепт. Я сама могу с удовольствием, я люблю всякие салаты делать. Потому что я давно уже поменяла питание, у меня абсолютно другое питание, и я много от чего отказалась. Я, поскольку люблю всякие салаты делать, я приношу, беру овощи, приношу все в офис, приношу и показываю, как я делаю, например, как я ужинаю. Там супчик и салат. И вот это все я им прям показываю. Они вместе со мной это кушают, и им это нравится. И, знаете, дегустация обязательно, и вот у нас домашнее задание, вы позже увидите. Я видела вопрос, что платный, не платный. Первый клуб мой был абсолютно бесплатный. Просто мы все лидеры приносили свои супы, коктейли. И поскольку это только моя команда, я знаю, что надо вложиться, чтобы, знаете, ну как вам сказать, инвестирую для того, чтобы был результат. Да, да, я первый клуб провела абсолютно бесплатно, но лидеры мои приносили коктейли. Кто-то у нас по очередности, они, кто-то делал салаты, кто-то приносил там, допустим, пирог. Мы очень много пекем там, допустим, пироги с коктейлями с нашими, абсолютно без сахара, абсолютно без всего. То есть это все есть в книге рецептов, мы брали какой-то определенный рецепт и начинаем делать. Мы говорим, у нас будет в субботу, в воскресенье чаепитие, с вкусным пирогом и так далее. То есть это все по очередности, и не только я одна это делаю. Темы тоже, мы разбили, у нас 12 тем, и наши у всех темы, я начинаю там, я могу завершить, но темы берут, там, допустим, тема по воде, тема по белкам, и обязательно кто-то готовит свою тему. Но у меня все эти темы есть, потому что я этим уже давно занимаюсь, я могу просто дать, обучить и показать. Вот, и обязательно идет физическая нагрузка. У меня офис большой, мы даже, вот знаете, я им показываю, кардионагрузка всем просто понравилась, я один раз показала, если есть на фотографиях дальше, по-моему, есть, вы увидите. Я включаю кардионагрузку, 50 минут, сразу говорю, приносите с собой спортивную форму. Сейчас очень многие прям принесли, оставляют даже свою спортивную форму, мы переодеваемся, закрываемся, все убираем, и у нас идет ходьба на месте, 50 минут, мы включаем музыку, и вот это всем нравится. В общем, все уходят довольны, попробовали, рецепт какой-то новый узнали, победителей наградили, пообщались. И вот этим я только держала, вот этот клуб первый, мы его очень классно отработали. Я вам еще раз говорю, работали на результат. Вот просто, знаете, весы, наверное, у вас у всех такие есть, я ставлю только на весы, потом тестирование я показала. Каждую субботу тест один раз только в начале, каждое воскресенье, я все время еще повторяю субботу, в субботу у меня просто люди приходят на диагностику, в воскресенье вот у нас идут замеры обязательно, это один раз в неделю. И встречи клуба, они идут всегда разные, в разных форматах, и сразу вам скажу, я знаете, когда начинала, я набрала определенное количество людей, у нас где-то было 20 человек, и все. Потом я поняла, что вот на этом все закрылось, и я начала всем рекомендовать приглашать людей. Просто они сидят, пусть посещают, сидят, смотрят, мне нужен поток вливания дальше. Они стартуют с того момента, если им понравится, с какого они пришли, но я с каждым человеком лично сама разговариваю. Это уже не мои менеджеры разговаривают, я разговариваю, потому что я должна выявить действительно потребности этого человека, насколько ему важно, насколько ему надо, и я могу убедить этого человека, что ему просто необходимо встать в этот проект к нам. И эти люди уже потом после наших клубов вступают, идут дальше. Поэтому мы еще общаемся, мы советуемся. Людей поток, я потом поняла, что это не просто я одних людей набрала, и три месяца должна провести, нет. Я сейчас делаю поток, и вначале, до клуба они должны со мной встретиться, поэтому в субботу, когда все отдыхают, я приглашаю на диагностику, на тестирование, поговорю, и если они хотят, они заполняют, и они вступают в клуб дальше, начинают с того момента. Теперь смотрите, поскольку я сама должна показать, ну вообще все начинается с меня, я очень активная, я бегаю давно, я занимаюсь спортом, ну знаете, я как бы, я это дело все люблю, я рано встаю, я хожу в парк, зимой, нет, там, весной, для меня это как бы не проблема. И когда у меня люди вот начали в клуб, вступили, я бегаю, я пишу, это утро классное, как в парке хорошо, воздух такой свежий, сколько людей занимаются спортом, оказывается, у нас так, я им пишу, и говорю, у меня сегодня день, классный день, я рада за себя. И они начинают писать, Сара, вы вообще такая молодец, вот вы вообще вот, у вас такое, как вы вот сильная, вы можете, вот у меня сил не хватает утром встать, и так далее, начинается переписка. А потом на следующий день я опять фотографию с парка скидываю, говорю, сегодня у меня день О, например. Ну я не буду это сейчас рассказывать, вы, наверное, знаете, молодец, за неделю собрать, за две недели собрать, два раза молодец, то есть если в любом деле, когда вы начинаете, и три раза молодец, в 21 день формируются все привычки. Но я им об этом не говорила. Они потом мне задают вопрос, а что это такое, М, что такое, О. И я говорю, что, я потом им начинаю говорить, давайте, вот знаете, в любой сфере, вот если вы начали снижать вес, вы себя не предавайте, я знаю, что это тяжело, знаю, что это плохо. Я вас приглашаю в субботу на пробежку, знаю, что многие работают. В субботу, в воскресенье, как правило, я сейчас всех научила, вся команда со мной и зимой, и летом в парке встречаемся, очень много людей. И вот я их таким образом вывела. Еще у нас, когда клубы пришли, мы договорились, что есть у нас классные футболки, у нас какой-то, знаете, очень хороший, давайте купите. И они все приобрели футболки. Поэтому, знаете, когда в парк один раз, вот мои все начали выходить, кого-то мужья привезли на машине, кто-то там, знаете, кое-как пришел. Потом я сказала, если вы хотите снижать вес, пешком все ходим. В общем, начали ходить, и сейчас они без меня все это прекрасно делают. Но вот им понравился вот этот командный дух, что у нас футболочки такие там одинаковые, люди на нас внимание обращают. Потом я им всем сказала, все визиточки с собой в парк, и сразу, когда спрашивают, это что вы их приглашаете на наши клубы. То есть, вы знаете, вот это вот классно, это сработало. И я прям просто многих приучила к тому, что действительно это здорово, когда команды, когда мы поддерживаем друг друга, когда мы идем. И вот именно своим личным примером я их зажгла. И сейчас они, знаете, даже если я уехала, меня нет, они все равно это с удовольствием делают. Это еще наоборот, они говорят, Сара, завтра все выходим. Это они меня предупреждают, что я должна быть с ними в парке. Обязательно там у нас пробежка и так далее. Вот, но мы отработали этот клуб. Первый получили очень хорошие результаты. Все участники клуба, вы знаете, самый большой сброс был вообще, это где-то 20 килограмм, минимально было там 5. Все получили результаты, они все ходили постоянно. Но в объемах там ушли где-то 10-12 сантиметров все, ну по-разному, но не меньше. Вот, поэтому результаты были классные. Я вот здесь вот на фотографии, это мой муж, он пенсионер, подполковник в отставке. И знаете, когда он на пенсию ходил, у него очень много проблем было со здоровьем. Он стоял на учете с сердцем, у него были проблемы со спиной. Его бывало, что с работы всегда, у него там спина схватит, он встать не может. И его в таком вопросительном знаке всегда привозили домой. Он неделю вообще ходить не мог. Ну, было много проблем. И вот он, знаете, он с волосом тоже поправил свое здоровье вообще, 15 килограмм скинул. И вот здесь вот мы, когда в парке бегаем, он такие прикольные фотографии, мы всегда делаем и тоже в чат выставляем. Мы говорим, что Сарантай когда-то ходить не мог. Бывало, что его носили на руках, но когда он молодой был, он был спортсмен, и он ходил на руках. И здесь он сейчас показывает, что у него были проблемы, что он ходить не мог. А сейчас он, когда снизил 215 килограмм, он в форме сейчас вообще великолепно выглядит. Снят с учета сердцем, у него нет уже где-то, ну, уже давно нет проблем со спиной, вообще нет. Он ходит заново на руках, и вот мы еще дурачимся в парке, и вот это все мы показываем, что как круто, вот мы такие здоровые. То есть это тоже все как бы работает, что да, действительно, оказывается, здесь с волосом мы можем помолодеть. Вот наши результаты тоже девочек. Ну, Динара, она у меня в Павлодаре 23 килограмма, она скидывала за год, приводила себя в порядок. У нее вообще она прям, знаете, всегда перед любой встречей. У нас у казахов традиция, родственников много, много всяких гулянок, много свадеб. И не идти нельзя, а там все такое, знаете, очень калорийное. И Динара у нас всегда рассказывает на нашей школе, что она снижала вес благодаря супу. Вот перед тем, как пойти гулять, она попьет суп, поест, и потом уйдет, чтобы не переесть, потому что знает, что там много сладостей, да. У нее был великолепный результат, и эти результаты работают сейчас на нас. То есть вот они в Аватархиле здесь и выставят, и даже люди видят, говорят, что ты сделала, расскажи. И, в общем, им легко сейчас приглашать. Рахат у меня пришла, она, знаете, я ее пригласила с Тейши, она там лидер, четыре звезды, большая команда. И я, когда показала разницу с Тейши, она, конечно, пришла. Ну, пришла, как она сейчас говорит, потому что я была очень убедительна на мой результат, на что я выгляжу в свои годы так, что я такая энергичная. И вот она пришла, и я ее, конечно, она пришла именно в клуб, вот когда 1 апреля мы запускали, она пришла к нам в клуб, сейчас она у нас бизнес делает 15%, и вот ее результат, минус 18 килограмм, дальше она со мной участвовала в проекции. У нас в Казахстане проходит проекция, я не знаю, как у вас в Украине, проект «Измени себя». И вот сейчас уже пошла третья волна по Северному региону. Вот Рахат дальше пошла со мной, и там 78 человек участвовали, тоже три месяца. У нас с нами работают диетологи, спортивные фитнес-тренеры, то есть вот там такой крутой проект. И, в общем, Рахат там победила тоже третье место, взяла уже с знанием, она знала, как снижать. Вот, по окончании вот этих клубов, сейчас я вот еще покажу, вот, девочки, все наши клубники, не все, фотографий очень много, я просто вам показываю самые лучшие результаты. Вот, да, еще хочу сказать, что по окончании нашего клуба, вот первого, у меня сразу я объявляла, что будет призовой фонд. Призовой фонд, первое место, ну, поскольку я у них деньги не собирала, вот первое место у меня были скандинавские палочки. Я много об этом говорю, что надо ходить, что там 10 тысяч шагов. Ну, и, конечно, я, поскольку сама все мне это нравится, я купила скандинавские палочки и сказала, что за первое место, у кого будет самый большой сброс веса, в подарок будут скандинавские палочки. За второе место у меня был фитнес-клуб, абонентская плата, месячная. А третье место там кухонные весы. Вот, и второе место, вот первое место она получила, Айсулу, я вам сейчас покажу. Вот Айсулу у меня получила первое место. Второе место у меня получила Рахат, вот которая дальше в проект пошла. И Рахат я подарила в фитнес-клуб, она дальше пошла в фитнес-клуб, и потом чуть-чуть позже расскажу, что у нас дальше происходило. Вот это я вам специально поставила, вот в офисе я оформляю стенд, и все результаты вот такие у меня есть стенд. Когда люди заходят, они видят, они считают, что здесь не только снижение веса, здесь оздоровление. Это тоже очень сильно работает, и точно так же мы в чатах везде отправляем всем своим знакомым вот эти вот фотографии с описаниями, что у нас получилось, какие проблемы у нас прошли и так далее. Так, ну и, конечно, поскольку у меня были очень классные результаты, да, я скажу, что у меня группы выросли, на Wellness очень много, вот на Life пришли люди, да. Но я по объему подняла очень хорошо, по Life, и я вам еще раз скажу, что мне стало легко приглашать людей и не дробить вот просто ПЭК там или просто коктейли они взяли, а вот именно программу. Я сейчас вообще не продаю по отдельности, ну крайне редко. Обязательно это программа. Вот, и еще вот скажу, что, еще, знаете, я заметила, вот если я начинаю давать коктейль, все хотят пить коктейль, я вообще давала по большему счету всегда коктейль, потом я начала давать супы. Даю супы, все хотят пить суп, потому что я его делаю интересно, вкусно, показываю, даю пробовать, и они начинают пить суп, поэтому мне сейчас легко вот именно предлагать Life полностью в комплексе. Ну и я по окончании вот этого проекта вообще у нас в Казахстане этот конкурс проходил. Это первый такой был выезд, конкурс по Life, и я выиграла поездку в Игилёсу. Вообще вот это была такая моя мечта, встреча со Сикстеном, хотя я его уже видела на конференциях, все, но мне, да, обязательно поделюсь, я, знаете, вот просто очень сильно, вот прям сильно хотела, и моя мечта сбылась. Когда мне Айгерим Волжанова позвонила и сказала, Сара, у меня для вас новость классная, я просто была безумно счастлива, что все-таки моя мечта сбылась, я вообще как-то у нас вот выезжали, но платно выезжали, но я здесь, знаете, я даже хотела платно поехать, но у нас потом все это отменили, здесь в Казахстане группы набирались, ездили. И здесь я выиграла Игилёсу, это были четыре таких шикарных экспертных дня, где мы обучались, это не просто поездка была, это было обучение, это первая поездка по Life, у нас было где-то 20 человек, там были, сейчас я скажу, с России, с Казахстана, с Прибалтики, с Польши, и вот такое обучение было очень мощное. Я, знаете, сколько вот сама очень сильно обучаюсь, изучаю, много вебинаров посмотрела, и вроде бы вот все понимаю, но мое мышление, вот мое, знаете, отношение к волосу абсолютно сейчас совсем другое, и когда сейчас говорят, вы знаете, там, это лекарство и так далее, от чего вылечить, нет, это не лекарство, и мы его не должны вообще давать как лекарство, это просто еда, это то, что человек не получает. В общем, я, знаете, была очень счастлива, я, конечно, получила вот сертификат, что я обучалась, что я могу сейчас давать волос, и это тоже для меня, это вот огромный плюс, в общем, есть над чем работать, и когда оттуда я приехала, я вообще вот сейчас очень много пересмотрела в отношении всего, и, естественно, это уже более качественная работа, совершенно другое отношение к волосу, совершенно другая подача, и сразу скажу, что я сейчас, если раньше я боялась идти к врачам, к врачей, я как вообще там, да, не могла я ей просто вот, знаете, мне было как-то страшно давать ему информацию и так далее, я сейчас очень легко приглашаю, у меня очень много, я иду к заведующим, у меня очень много сейчас заведующая гинекологии, заведующая патологии женской там города, да, заведующая детской педиатрии, там, заведующая наркология, это все сейчас, они у меня подписаны, все на лайфе, и когда я их прошу что-то выступить, они говорят, Сара, мы как вы не можем, вообще не понимаем, я говорю, вы как я не сможете, мне просто вы нужны как врачи, я когда говорю, что у нас будет врач, они просто даже, они там 2 минуты-3 скажут, им больше поверят, но я более убедительно могу дальше все сказать, то есть это тоже вот работает, я им показываю, что я проходила обучение, я проходила, я все показываю, я тоже себя продаю, я говорю, что обучалась у Григорян, кто такая Григорян, я обучалась у Таран, я обучалась у шведских ученых, врачей, и я очень убедительная, и мне сейчас вот, даже они не спорят никто, потому что это очень сильно, скажу сразу, что сейчас у меня очень много гербалайщиков, пришли, у нас город небольшой, есть клуб Гербалайфи, есть мой клуб, и я сейчас очень уверена, как бы, знаете, плюс и я, и у меня гербалайщики ко мне сейчас переходят, потому что и по цене, но и по качеству снижения веса, и по тому, как они потом держатся, мы победители. Дальше, конечно, я немножечко все пересмотрела, я вам сказала, да, я в Павлодаре тоже сделала открытие, готовилась, и у нас в Павлодаре вот тоже прошло открытие, сейчас идет, там есть лидеры, которые без меня я открывала, я провожу, я контролирую, помогаю, вот завтра буквально поеду, у нас встречи проходят, но очень интересно, там чат тоже будет, это отдельный чат Павлодарский, где они каждый день делятся, чем они завтракают, чем они обедают, чем они ужинают, я у них еще учусь, чат очень интересный такой, и они показывают, куда они пошли, потому что обязательно я говорю, что без физической нагрузки даже бесполезно, вы будете кушать, пить, но если вы сейчас не будете правильно еще физическую нагрузку давать, результат может быть будет, но у вас не будет такой сильный, поэтому все пошли, плавание, фитнес, кто не может, в офисах точно так же, девчонки, сейчас у меня там есть спортивный врач, который все это тоже помогает, еще там девочки есть, которые пришли обучение, и это все проводят, то есть там тоже отчеты каждый день идут, уже две встречи прошли, результаты хорошие, победители награждают, и в общем все на таком большом энтузиазме сейчас все готовятся к лету, вот, и видите, вот я провожу точно так же проводят мои лидеры, вот этот мужчина, я говорила про Рахат, что я подарила ей абонентскую плату, фитнес-клуб, и она пошла вот именно вот к этому человеку, это Анатолий Синявский, он двухкратный чемпион Азии по бодибилдингу, но он действующий мастер спорта, и у него фитнес-клуб свой, вот, и она попала к нему, и когда она поехала со мной в проект в Астану, вот сейчас у нас третья волна пошла, у меня еще пять человек поехали, это и обучение, это и, конечно, тоже снижение, но они там тоже работают очень сильно, и вот тогда пять человек, когда ездили, Рахат очень сильно загорелась, дальше снижать, и она попала к Анатолию, и когда она говорила Анатолию, вы знаете, я сейчас в проекте «Измени себя», за 12 недель мне нужна ваша помощь, вы мне конкретно помогите, чтобы я мышцы накачала, снизила вес, и вот Анатолий с ней работал, и он был в курсе всех наших дел, и когда Рахат победила, она выиграла третье место, получила полугодовой запас волнас-продукции, это была такая классная победа, и Анатолий очень сильно сам загорелся, он пришел, и он пришел ко мне в клуб на снижение веса тоже, потому что он там набирал вес, а здесь он решил тоже себя привести в порядок, но просто я так думаю, что чисто из спортивного интереса, а как здесь у нас что происходит, и он тоже у меня замерялся, все и так далее, и сейчас он попал, вот так же я ему порекомендовала, вот попал в клуб «Проект «Измени себя», это третья волна, которая по Казахстану пошла, он 5 человек, в том числе и Анатолий, вот сейчас в этом проекте. Но что мне это дало? Анатолий, во-первых, он понял, что этот продукт классный, он сравнил, он сказал, что пил всегда только спортивные продукты, и наши продукты очень классные, по цене очень хорошие, но он почувствовал себя, он решил там тоже какие-то свои проблемы по здоровью. Ему это очень понравилось, и сейчас он у меня за два каталога вышел на 15%, он сам, это вот люди, люди, которые сидят, это он сам создал клуб, он пригласил людей к себе, он в Инстаграме, там везде он себя показывал, и он много говорил про волна, что он набирает, открывает проект «Измени себя» за 12 недель, он тоже дублицирует, я ему просто помогала, как бы по волна в части, а все это вот он сам сделал, поэтому Анатолий у нас сейчас вот как раз работает именно, и вот эти все, кто у него в проекте, у него где-то сейчас 20 человек в проекте, они все к нему ходят три раза в неделю на тренажерный зал, 2 тысячи ему платят за то, что он им меню все расписывает, свой он сам, да, и он контролирует все это сам, я ему просто помогаю. Это уже отдельный клуб без меня, но в нашем, вот, СПО, в нашем проекте. Вот, и я просто сейчас тоже Анатолию порекомендовала не зацикливаться на этих 20 людях, а просто добавлять каждую неделю людей, что вот он и делает, но он уже очень, сейчас он начал работать онлайн, он уже вот дистанционно, социальный человек с разных городов, в том числе вот из Астаны, Салматы, и он им показывает, как снижать вес, программы расписывает, ну, ему сейчас это, это ему легче, и в общем, ну, я думаю, здесь будет очень хороший такой тоже прорыв у Анатолия, в этом, он буквально, вот, мы идем на директорство, я думаю, он быстро это сделает. Вот, и вот эти люди, которые вот ходят, так же я вам показывала, говорю, что мы зимой бегаем, занимаемся вот так своим примером, что классно, ребята, зима здесь на улице, так круто, мы подурачимся, пофотографируемся, побегаем, там у нас очень такие классные тренажерки на улице сейчас стоят, все с удовольствием занимаются, и мы точно так же, когда очень много людей, там мы им проговорим, приглашаем оттуда уже в наши клубы, еще с парка людей. Это вот у нас, тоже я просто поставила, это еженедельные встречи, вот я вам показываю, что мы и в офисе так можем позаниматься, супы пьем в офисе, какие-то вот рецепты и так далее, делаем, да, и вам, знаете, быстренько один рецепт скажу, здесь вот просили, я вообще сама давно уже отказалась от красного мяса, и мало его ем, в основном это белое мясо, рыба, я просто скажу, что вот вы можете филешку взять быстренько, так, один рецепт, филешку берете, перекручиваете, замачиваю я геркулес, геркулес, филе курицы перекрученной, ну, приправы, там чесночок, лучок и на пару, очень вкусные кослеты. Мы этим тоже делимся, ну, это один такой легкий рецепт, но это очень хороший, с салатами разными. Знаете, в этот раз, когда в Швеции была, естественно, Мэтт нас кормил, показывал разные салаты, 10 ингредиентов, это травы, это разные семечки, это огурцы, помидоры, вечером небольшая тарелка. Вот в первую очередь, знаете, салаты поесть, уже потом больше ничего не хочется. Ну и супчик наш, да, очень. Что? Супы, да, сейчас я посмотрю, отвечу. Дальше, рецепты супов. Супы там есть тоже, девочки, посмотрите, пожалуйста, в небо рецептов, там столько всяких этих. Я, знаете, я сюда не ставила, если вы мне напишите в Асапе, я столько вам рецептов отправлю, можете написать. Ну и вот домашние задания, которые мы даём, если вы, ну, вы видите, это разные домашние задания, то есть это кто-то рассказывает о своём, обязательно какой-то рецепт, может быть, поделится, принесёт, это какое-то сообщение на тему буквально на 5 минут о правильном питании, то есть, может быть, они расскажут о меню, которое для своей семьи на весь день готовят, да, пословицы, поговорки, то есть вот такие вот домашние задания, или там 10 тысяч шагов пройти, там, и так далее. Отдельно вот мы прям говорим, вот какие-то, такие-то, вы составьте вот меню, там, или рецепты приготовьте правильного завтрака, и заодно они как раз обучаются и смотрят, и нам приходят, делятся, рассказывают. Вот здесь у нас, сейчас скажи мне, девочки, напишу в конце, здесь, смотрите, вот это приглашение на лайв-клуб, ну, вот приглашения очень разные, я это тоже не сама придумывала, где-то брома, там, там, ну, вот эти все приглашения, они работают, я и ватсап, я, знаете, я могу по ватсапу очень много отправить всем своим знакомым, и я не перестаю, каждый раз перед клубом, и точно так же наши девочки все, идет тема какая-то, и мы начинаем, все, вот, приезжайте, приходите, если я в Павлодаре, в Павлодаре, если вы кибасуете, мы очень много приглашаем здесь, вот такие рассылаем, конечно, люди приходят, все не придут, но, по крайней мере, если я раз 5-10 отправлю, все равно кто-то дойдет до меня и придет, вот, именно попадет к нам в клуб. Ну, вот тоже так же, вот этот вот у меня последний раз, я прямо вот именно вот этим вот работала, он сработал у меня очень хорошо, я здесь пишу свой телефон, инстаграм, дальше номер СПО, там, ну, Дом Быта Мечта, 303 кабинет, это где я работаю, и уже все, вот, везде, вот, я выставляю, и люди уже видят, вот, кому вообще интересно, ну, уже думают, так, надо пойти посмотреть, сейчас как раз все озабочены, все хотят себя привести в порядок, все ходят, смотрят, слушают, ну, и важно, как мы сработаем, если они до нас доходят, мы обязательно настроим их на позитивный лад, и они будут с нами. Ну, и вот, собственно, все, сейчас клубы вот эти два параллельно идут, они, Анатолий, это еще один клуб, да, и запишите мой телефон, плюс семь, я надеюсь, или здесь записать, давайте я вам запишу, или вы записывайте, плюс семь, семьсот пять, пятьсот пятьдесят четыре, пятьдесят семь, девяносто, если вам интересно, я вам отправлю, все, сейчас я посмотрю чат, а то у меня здесь так, ага, давайте, я сейчас напишу. Так, пятьсот пятьдесят четыре, пятьдесят семь, девяносто. Можете сюда, я вам кое-что, вот если интересно, пишите, я вам все это отправлю, очень много материала, скайп, сейчас тоже напишу, сейчас, 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 минуточку. Можете, может, набрать, Сара, урифлейн, сейчас. Так, Сара. Вот мой скайп. В инстаграме есть, тоже можете найти меня, я сейчас отдельно страничку завела по Волнос, вот буквально недавно, у меня все в одном было. Можете оттуда, Сара, уриф просто, наберите, посмотрите. Или, сейчас я скажу, Волнос, нижний пробел Шакенова на английском. Да, вот можете, вот именно по Волнос, я сейчас отдельно страничку завела, где тоже очень много, сейчас начинаю приглашать оттуда, с инстаграма. Ну, все у меня, если у вас, ребята, вопросов нет, да, знаете, спасибо, конечно. Я вам скажу, что мой биологический возраст сейчас 38, так что у меня еще все впереди. Вам спасибо, что пригласили, я с удовольствием делюсь всегда. Ну, я думаю, у меня еще очень много будет впереди наработок, и вы будете узнавать тоже, может быть. Я готова у вас учиться, если я чем-то была вам сегодня полезна, я очень рада. Спасибо вам большое.